Ну а сегодня я рекомендую вам подписаться на одного крутого чела, Павла Хана. На его канале вы можете найти множество стримов, кстати, не только по ГД. Делает он это к тому же регулярно. Конечно, у него есть обычное видео, но мне хотелось бы рассказать про его конкурс на 2000 рублей, в котором поучаствовать сможет буквально каждый. Ведь условие в этом конкурсе крайне простое. Подписаться на канал и скинуть свою страничку в ВК в комментариях. И да, он также участвовал в истории, которую я вам расскажу сегодня. Поддержите развивающегося ютубера. Ссылка в описании. Блуди Спайкс рассказывает о том, что ему угрожает админ ГДНА Артём Громов АК Вернам Ченоби АК Сатурн 13. Что, мол, он расправится с Пашей. В итоге, сопоставляя все имеющиеся факты, упоминается, что у Артёма есть коллекторский бизнес, что у него много денег и вычислить он может любого. Плюс ко всему этому Громов просит инфу о Декоде, о чём позже передумывает. Эти факты заставили ГД-ютуберов заволноваться по поводу жизни человека. Блуди заливает видос с извинениями, а угрозы продолжаются. А в итоге, говорит, что всё это постанова. Вот как-то так. Если вам интересно, что я вообще только что сказал, то заваривайте чай, сделайте пару бутербродов и готовьтесь к тому, что я вам расскажу. Ведь сегодня я расскажу вам о самой крупной и запутанной постановке за всю историю русского комьюнити Геометри Дэш. Приятного просмотра! Для начала я поясню за имена, которые будут упомянуты в видео. Паша это Блуди Спайкс, Артём это Вернам, ну или Сатурн 13. Остальных я буду упоминать только по их никам на Ютуб. Поехали! Поехали! Всё началось с того, что Блуди рассказывает Оверу, что пока он шёл домой, на него начал шмыриться какой-то бомж, и в целях самозащиты Паша бьёт его ножом по ноге. Короче, я сейчас гулял, курил. Я говорю, типа это вейп, ну электронный теперь. Уйти. Я типа вырываюсь, он начинает на меня буковать. Он, ну типа начинает меня останавливать постоянно. Короче, идёт перепалка, типа, слышь, хуй, ты на меня бычишь, подорас, всё так, хуйня. Короче, доходит до того, что он начинает, типа, знаешь, ну, как тебе объяснить, знаешь, что это будет клячья хуйня, когда он, ну так, лицо начинает хуярить вперёд, типа, ну, ковать прям жёстко. Он начинает вперёд ебашить, и я типа, ну, на реакции, короче, в ногу ему ебашу. И он на меня нахуй прыгает, пиздец. Да, я знаю, что начало великолепное. Но не в этом суть. К данному моменту мы ещё вернёмся. Про него не надо забывать. И тут задаётся вопрос, которому ничего не предвещало. Могут ли у Артёма быть настолько сильные связи, чтобы валить по учёбе Пашу? Ведь знаете, как у нас в стране работает? Что во всём решают связи и деньги? Ну, в таком случае, если ты кому-то влиятельному насолил, то уже можно паниковать. Вы можете спросить, а ради у Затуры намного бабла? А я отвечу, возможно. По всей имеющейся информации, у него есть коллекторский бизнес от отца. То есть, как по мне, с таким предприятием человека можно раскатать на раз-два. А связи к слову нет. И да, вот сообщение из диалога Блуди и Вернама. Я хоть болею, Пашка, но всё-таки хочу тебе сказать. Тебе явно следовало немножечко оценить свои силы, прежде чем идти воевать со мной. Какая, по-вашему, самая адекватная реакция на угрозы? Ага, написать заявку в правоохранительные органы. Только вот обе стороны находятся в разных городах, что заставляет ещё раз насторожиться. Ладно, продолжим. Ещё угрозы идут не только в сторону Блуди, но и его семьи. Ну что же надо сделать, чтобы все мирно разошлись? Артём требует некую сумму денег, неизвестную, и публичного извинения на видео. Непонятно за что, кстати. И тут оказывается, что в группе ютуберов была крыса, которая скидывала Сатурну все переписки. Ей оказывается, Макси 460. Естественно, его выкидывают из группы. Да, я понимаю, что рассказ идёт слишком сумбурно и быстро. Ничего с этим сделать не могу. А теперь время для предыстории. То есть о причинах, почему Вернам вообще начинает весь этот срач. Попробую пересказать вкратце то, что рассказал Павлахан. Если хотите подробную инфу, останавливайте видео и читайте. Вся история началась примерно год назад, с того момента, когда Громов стал владельцем самого крупного паблика ГДНА. Он выкупил права на группу у настоящего создателя ГДНА за немалую сумму денег. В то же время, с другой стороны, за этим следил Павлахан, редактор группы, конкурента ВКГД. Ну и, естественно, Артём стал дискредитировать подписчиков чужой группы. И ещё Артём пытается выкупить конкурентов, в том числе и Павлахана. Плюс Артёму вдруг зачем-то понадобилась инфа про декоди. Типа фамилии, имя, отчество, вуз, место жительства. За деньги, естественно. Но позже передумывает. Ну и последнее. Он также, как и Блуди, угрожал Роману Рябцевым, админу ВКГД. И что же у нас пока есть? Перед нами, мягко говоря, психопат, у которого есть деньги, бизнес, и которому зачем-то нужна информация о других людях, и который не боится писать угрозы во все четыре стороны. Причём всё настолько сильно совпадает, что даже мягких подозрений на фейк нету, хотя об этом можно было бы догадаться. Ну что ж, на чём мы остановились? Ах да, на том, что Макси 460 крыса. Продолжаем. Помните, с чего началась данная история? Да, с того бездомного. Были догадки, что он от Артёма, и в этом вряд ли можно было бы усомниться. В общем, в итоге мы сходимся на том, что надо записать то ли ответку, то ли разоблачение на Вернама. Несмотря на то, что он уже знает о наших возможных намерениях откуда-то. С каждым разом угрозы становятся всё серьёзнее и серьёзнее. Несмотря на то, что чем их больше, тем сильнее обессиливаются слова нашего шантажиста. Ну и под конец Артём предлагает Паше пойти в Дискорд на следующий день для разговора по душам. Казалось бы, хорошая возможность докопаться до правды, записать переговоры и покончить со всем. Но! У Блади выходит видео обращения к Вернаму, где извиняется перед ним. Оно вышло, кстати, до разговора. А не пошёл Паша в войс, потому что, внимание, Сатурн скажет, что это постановка. Вы скажете, Ника, в ад? А я скажу в ответ, что в итоге Блуди походу ломает совесть, и он сознаётся в том, что это всё была постановка. Да, то, что я вам всё рассказал, кроме предыстории бизнеса, это просто пранк Сатурна и Блади. Всё! Они вовлекли в постановку всё РК. Да, причём, все карты расположились так, что до последнего момента было тяжело докопаться до такой вот правды. Да, подозрения возникнуть могли, но поскольку мы доверяем друг другу и волнуемся, ну, брат за брата, как говорится, ну, и со слов самого Вернама. Давай я тебе объясню всю ситуацию. Блади решил продать мне свой канал, и всё на самом деле хорошо. Но при этом он сказал то, что он хочет уйти красиво. И мы решили замутить такую тему. И всё на самом деле хорошо, можешь не переживать. Главный вопрос. Какого хуя? Почему было принято решение создавать постановку из пустого места, и кому это вообще было выгодно? Про это я тоже вам расскажу прямо сейчас. На самом деле, про эту ситуацию вкратце написали лучше меня, так что я процитирую фразы великих. Блади захотел продать канал, писал Оверу, но ему он оказался не нужен. Далее написал Сатурну, чтобы побыстрее его слить, и всё. Что было после, было чистой постановой. Начиная с угроз, заканчивая плохой учёбой и обращением. Если у Блуди всё понятно, решил уйти красиво, как говорится, и в каком-то плане это у него даже получилось, то вопросы по Вернаму и Макси 460 всё ещё есть. Ну, по поводу последнего. Мне кажется, что Блуди и Макси договорились о том, что второго кикнут, типа он крыса, когда на самом деле все переписки скидывал Паша. Что в итоге оказалось правдой, ведь это всё постановка. Ну и тот факт, что Макси мы вернули, о чём-то уже говорит. А вот с Артёмом всё сложнее. Мне просто нечего сказать по поводу того, что вы сейчас увидите и услышите. Это переписка, разговор Вернама и то ли его друга, то ли напарника. Это просто шизофрения. Это всё, кстати, было после того, как Влади рассказал нам всю правду. Ну мы с ним, типа, сотрудничали, ты же сам об этом знаешь. Мы сотрудничали, и тут он внезапно сначала отказал мне в сотрудничестве. После этого, когда я спросил ему, в чём дело, Пашка, всё окей, он меня матами покрыл. Хотя я спросил нормально, я даже поинтересовался вдруг, что в жизни тяжёлой. Ну я решил то, что Пашка, это, во-первых, предательство, во-вторых, он стал подсасывать Декоди, стал говорить, типа, то, что ты из-за него, то, что я конченый. Ну я решил сказать, Пашка, раз я конченый, давай-ка я буду себя вести к конченому и тебе зарою нахер в течение недели. Он уже там жалуется в РТГД, насколько мне рассказал Макси, там, полицию хочет вызвать, просит помощи, говорит, что ему страшно. Ну я решил сказать, Пашка, раз я конченый, давай-ка я буду себя вести к конченому и тебе зарою нахер в течение недели. Просто да выпендривался пацан. На самом деле, если говорить совсем честно, естественно, не буду его там как-то убивать, бить до полусмерти. Я просто хочу его нормально так припугнуть, чтобы он мне свой канал отдал. Но если припуг не поможет, то, господи, мои пацаны с ним очень хорошо поговорят, или я сам лично, если у меня время будет приехать, и он все равно отдаст мне свой канал. У меня аудитория просто более широкая нужна. У его аудитория, ну, неадекватнее, чем у других ютуберов. Есть там, ну, может быть, есть какая-то равенство в 1-2%, но это все. Так проиграл этот бомж, его почти замочил, и спас какой-то мужик в белой футболке, чтобы он не мог на спорт ходить. После этого у меня есть небольшой компромат на него в учебном плане, я буду договариваться с его учебным заведением. Когда речь идет о РТГД, нужны радикальные методы. Так, ты добрый, няшный, пушистый, помогаю тем, кому нужно. Но лохов из РТГД нужно чморить. У тебя как бы это не волнует, что все уже давно поняли, что это постаново. Нелли с Декоди, блядь, все уже давно поняли. Я не шучу. Все уже реально поняли, а Блади, он начал делать какую-то неведомую хуету, если бы это была не постанова, он бы ничего бы этого не делал. Он пошел, написал бы в ментовку, показал бы пруфы, все. Пруфул в том, что ты мне либо напиздил тогда, получается, два раза, ну, либо не напиздил, но сейчас пытаешься отвертеться. Извини, но я не хочу иметь дело с человеком, который меня постоянно пиздит. Прости, братан, сори. Ты не стал разбираться со мной в ЛС. И в той конфеты меня не тикнул сразу, а даже когда я тебя тегнул, ты вежливо, нормально спросил, ну, что случилось. Ты, наверное, самый мерзкий человек из тех, что я видел в ГД-комьюнити, это тебе говорю я. Чтоб я кого-то назвал мерзким человеком, будучи мной, это нужно уметь, Миша. И этот пранк останется черным пятном на все ГД-комьюнити русское. Судя по сообщениям из РТГД, все абсолютно точно понимали. В адрес Блади ни одной предъявы, к слову, не было. Каким нахуй черным пятном, нахуй ты драматизируешь, блядь? Вышел видос на тысячу просмотров, немножечко пересрались все в РТГД. Точно черное пятно, а не простительное, мне кажется, это похуже, чем все деяния Чикатило вместе взятые. Как бы если ты не знал, я с Декоди уже очень-очень давно общаюсь, и мне не делает погоды, сказал бы я ему или нет. Просто я хотел сберечь его время. И со мной бы он общаться все равно продолжит. Блядь, ты, я не знаю, а что ты несешь? Если ты не знал, зачем мне к нему подмазываться, если мы с ними так, ну, практически друзья? Нахуй я мне к нему подмазываться, я просто не понимаю, мне какая-то это выгода, я что, блядь, получу денег или что, я не понимаю? Мне эта выгода, какая я делаю, это чисто из-за человечности к нему. А ты поступаешь не как человек. Блядь, ты, я не знаю, а что ты несешь? Если ты не знал, ты меня наебал два раза. Хотя ты сейчас пытаешься что-то оправдаться, но получается, раз ты оправдаешься, значит ты меня наебал. В одноценный момент ты наебал меня, я слил он, фу. Ты сейчас понимаешь, что сам не можешь оправдать себя. Ты говоришь, типа, что если я слил, то ты меня и наебал. В таком случае ты вообще, блядь, не лучше меня. Как ты выразился, личностью тебе похоже тоже не стать. Ну ты же так против меня выразился. Я вот против тебя. Очень жаль. Словами тупости Вернамы не описать. И этот разговор, эта постановка, конфликт из ВКГД, пустые угрозы и интерес по поводу чужой жизни, поведение Артема во время срача между Нейроном и иностранным комьюнити все доказывают. Да, про последнее я ни разу не говорил, но опишу вкратце. Он призвал буквально оскорблять иностранцев, которые против Нейрона. И когда редакторы оставили свое мнение о том, что так делать неправильно, он удалил их в комментарии из закрепа. Вот, кстати, доказательства из моей личной переписки с Артемом. Ну что ж, вот как-то так. Я, наконец, рассказал вам о всей этой странной ситуации, о всех деталях, которые мне были доступны, и как я это все видел со стороны. Если вы хотите сами узнать побольше о ситуации, то заходите на мой Дискорд-сервер. Я выложу туда все, что у меня есть. Ну а выводы вы должны уже сами их сделать из моего повествования. Ну что ж, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте, естественно, на колокольчик, чтобы узнавать о выходе моих видео, и заходите на мой сервер в Дискорде. Что ж, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok